Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Мы находимся в Подмосковье, и здесь мы завершили монтаж обычной для нас системы бесперебойного питания для всего дома, однако в нестандартном месте. Мы разместили бесперебойник и аккумуляторы в специальном климатическом шкафе. Во всем поселке воздушные линии электропередач достаточно старые, старый трансформатор, и это все приводит к определенным проблемам с напряжением. Мы имеем периодические просадки и полное отключение. Проблему мы решили установкой бесперебойника конфигурации 3 в 1 мощностью 20 кВт. 3 в 1 означает, что в наш бесперебойник 3 фазы входят, и 1 фаза, обменяющая мощность 3, выходит. При наличии напряжения бесперебойник обладает функцией стабилизации, фильтрации и защиты от всех возможных внешних помех. И, конечно, в том случае, если у нас внешняя сеть пропадает или уходит в крайние диапазоны по напряжению, а крайние диапазоны это ниже 140 вольт или выше 280, фазного напряжения наш бесперебойник переходит на питание от аккумуляторов. Ну что же, а теперь давайте посмотрим на нашу установку подробно. Это тот самый климатический шкаф, в котором расположен источник бесперебойного питания. Однако начну с того, что для того, чтобы врезаться в питающий дом кабель, мы раскопали траншею и, соответственно, сделали петлю, которая от силового кабеля заходит прямо в наш шкаф. Кабель этот заходит через бетонное монолитное основание, которое мы залили, и, соответственно, идет по принципу петли. Давайте откроем шкаф и посмотрим, что там внутри. Это наш бесперебойник, мощностью 20 кВт, коэффициент мощности единицы, поэтому у нас 20 кВт, и дальше к нему подключены внешние аккумуляторы, их 20 штук, каждый аккумулятор емкостью 33 Ач. В совокупности у нас здесь более 6 кВт часов запасенных. Этот дом энергоэффективный, он потребляет с временем порядка 500-700 Вт, поэтому время автономной работы, которое нам даст этот батарейный кабинет, стремится к 10 часам. Однако основной задачей здесь было организовать правильные климатические условия для работы бесперебойника, и это мы сделали по достаточно сложному алгоритму. Во-первых, нужно сказать про то, что теплый воздух, который выдувает бесперебойник, мы отводим наружу, потому что в противном случае он достаточно сильно разогревает внутренний объем шкафа. Дальше, если вдруг температура продолжает расти, у нас подключаются специальные вытяжные вентиляторы. Их всего 6 штук, и они, соответственно, выдувают горячий воздух в пространство, которое находится под этой крышкой. Дальше, если этого недостаточно, например, на улице жара, плюс 40, у нас включается кондиционер на элементах пельтье, который находится за бесперебойником. И, соответственно, он переводит внутреннюю температуру шкафа в норматив. В зимнее время, когда у нас наоборот на улице мороз, мы закрываем отток воздуха от бесперебойника наружу и возвращаем его внутрь шкафа. Таким образом у нас бесперебойник нагревает внутренний объем шкафа, но этого недостаточно, поэтому мы установили дополнительно нагревательные элементы общей мощностью 400 Вт для того, чтобы они обеспечивали необходимый климатический уровень или необходимую температуру внутри шкафа. Она у нас как раз в районе 10 градусов. Таким образом, наша автоматика держит внутри шкафа температуру от плюс 8 до плюс 30 градусов. В таком диапазоне мы держим необходимый климат внутри нашего шкафа. Надо сказать, что шкаф полностью закрывается на ключ, и он, в принципе, антивандального исполнения. Плюс к этому у этого шкафа есть и задняя дверь, которая тоже открывается. Несколько слов по поводу автоматики. Здесь на специальной единой рейке мы расположили автомат входа ИБП, автомат выхода бесперебойника, рубильник байпаса. Здесь у нас расположены термостаты и автоматы питания собственных нужд нашего шкафа. Помимо этого, у нас расположен здесь же GSM-модуль, который позволяет удаленно мониторить температуру внутри шкафа. Причем у нас здесь расположены два термодатчика на средней части шкафа и верхней части. И также этот GSM-модуль сообщает жильцам дома о пропадении внешней сети. Помимо этого, для того, чтобы сигнал был устойчивый, а шкаф у нас железный, мы вывели GSM-антенну наружу шкафа. Это у нас экранчик ИБП. Здесь отображается выходное напряжение. А также текущая нагрузка. Как я говорил, думаю, иногроэффективно. И сейчас потребление вообще всего 200 Вт. Температура на плате бесприводника. Ошибок никаких нет. И это напряжение по входным фазам. Если у вас остались какие-то вопросы о работе нашей системы, задавайте их в комментариях к этому видео. Я постараюсь на все ответить. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok